За всю историю на Эверест пытались подняться 9044 альпиниста, а на вершине из них только 4833. Это всего 53 процента. При этом погибло 479 человек. Ноги остались до сих пор Эверест, безусловно, это опасная гора. А он что-то слишком крутой. Иду уже на морально-волевых. Здесь только человек и природа. Тебя ждет самая страшная гора в мире. Эверест. Тебе необходимо подрузить флаг лиги в базовом лагере Эверест. То есть мы что, возвращаемся? У меня первая такая ситуация, когда участка так толпаст сильно. То есть, если реально мы дойдем до конца и возьмем новую высоту, я считаю, что мы просто какие-то супергерои. Что ж, Реша, ты достоин только аплодисментов. Потому что наконец гора Эльбрус тебе покорит. Но я предлагаю не останавливаться на достигнуть. Потому что тебя ждет самая страшная гора в мире. Эверест. В Эвересте действительно лежат трупы. Их довольно много. Я прям вот чувствую твой испуганный взгляд. Что ж, давай проверим реально тебя на прочность. Твоя задача отправиться в страну Непал и пройти легендарный маршрут Эверест. И мы летим в самый опасный аэропорт Глупа. Из-за невероятных погодных условий. Из-за постоянного повышения высоты. Многие не справляются с этой задачей. Я правда так еще не чувствовал никогда, чтобы мой организм уставал. Тебе необходимо водрузить флаг лиги в базовом лагере Эвереста. Но не все так просто. Тебе необходимо попасть в эту точку полным составом команды. Если ты зайдешь опять один, вся экспедиция провалена. Удачи. Первый раз у меня тело в таком шоке, что он просто мне говорит, Леша, зачем мы вообще здесь? Итак, мы вылетаем сейчас на Эверест. И, ну естественно, хочется взвеситься. Потому что интересно, сколько сброшишь там за все это путешествие. Итак. 95 килограммов ровно в этом унице. Сколько буду весить, через 10 дней увидим. Начинается реально крутое путешествие. Вот наш первый рейс. 2 часа 10 минут у нас Москва-Дубай. Мы летим 5 часов 30 минут. Там у нас пересадка 3 часа 30 минут. И потом Дубай-Катманду. Это столица Непалмы. Естественно, это та самая страна, где и находится гора Эверест. Самая высокая. 8 848 метров над уровнем моря. Рейс задержали. Рейс задержали. Мы можем не успеть до присядки. Задержали рейс немножечко. В 2.10 должны были вылетать 2.50. Вы думаете, почему нас двое? У нас же есть еще гид. Гида вы скоро увидите. Сидим сейчас в пересадку 3 часа в Дубае. Это первая наша остановка. Хочу вам напомнить. И вот скоро уже объявят посадку на самолет Катманду. Напомню вам, там и находится наша заветная гора Эверест. И такие мысли у меня просто разрывают меня. Всего полгода назад мы снимали ролик про Эверест. Самую высокую точку в Европе. И вы, когда мы выложили этот ролик, писали в комментариях. Леша, давай, следующая цель Эверест. И вот мы сейчас в Дубае и ждем посадку. И уже через каких-то 5 часов окажемся в столице Непала. Не знаю, что будет дальше, но безумно интересно. Должно быть страшно, но мне почему-то не страшно. Больше интересно, как это будет все выглядеть, как это все будет происходить. Надеюсь, это будет максимально интересно, и вы получите камеры. Он как будто бы говорит, ребята, походите еще чуть-чуть по горам. Ну чуть-чуть еще. Надеемся, что наш багаж с нами, потому что, как вы помните, стыковка была очень коротенькая. Из-за этого, может быть, наш багаж не успел сделать трансфер из одного самолета в другой. Но мы очень надеемся, потому что без одежды мы, естественно, не выжимаем. Итак, ребятушки, виза стоит 30 долларов на человек. То есть, получается, у нас 60 долларов за двоих людей. Сейчас мы получим визу и побежим получать, надеюсь, багаж. Итак, все, мы получили визу. Теперь мы официально можем здесь находиться 15 дней. И сейчас самый главный момент. Доехал ли багаж с нами? Потому что мы опоздали на трансфер. Как мы, самолет опоздал. И сейчас будет максимально интересно, когда вы увидите нашего гида. Итак, ну что, приятные новости. Наш багаж приехал. Все, багаж есть. Мы не будем ходить в одном и том же 10 дней. Кайф. Все, погнали встречаться с нашим гидом. Здравствуйте, здравствуйте. Прибудем в Непалу. Намасте. Абсурд в том, что реально с Иваном я 4 года назад пытался подняться на Еврус аж два раза. И не получился ни разу. А в этот раз мы ему доверили гораздо выше, гораздо сложнее и, конечно же, гораздо интереснее. Просто дальше идти опасно. Просто опасно, потому что все в тумане и все вспоминает. Мы попали в жесткую бурю. И восхождение дальше было просто опасно для жизни. Получится в этот раз? Получится, да. В тот раз то же самое было, ребят. Ладно. Непальский шарф, который вяжется при самых важных моментах. Слушай, а можно объяснить простую вещь, почему здесь разница с Москвой не 2 часа, не 3, а 2.45? Такое время Непальское. Время Непальское. Немножко другое. 2.45. Меня зовут Иоанн. Я 10 лет занимаюсь альпинизмом. Моя высокая гора, мой рекорд – это вершина Монаслу. Восьмитысячник ходит в топ-14 вершин мира. Кухни здесь нету. Первый вопрос у многих – о кухне Непальское. Ну, как бы, она есть местная, но, по сути, это такая монастырская постная еда. Здесь в Катманду, куда идешь пешком, две опасности. Первая – тебя не сбила машина или мотоцикл. Вторая – чтобы на тебя не напали дикие собаки. Центр Катманду. Центр Катманду. Просто решили прогуляться после прилета сразу же. Нет, такого я не видел нигде, ни в Таиланде не напали нигде. Я, правда, не шучу, я такого города еще ни разу не видел. Ну, чтобы вот такой, знаешь, чтобы просто какой-то беспредел был. Все натыкано, все непонятно, в каком-то беспорядке, светофоров нет, ничего нет. Ни в Таиланде, ни на Бали, ни во Вьетнаме я такого не видел. Иван, куда вы приехали? Добро пожаловать в Катманду. Это столица страны Непал. У них даже деревянные карточки, все healthy. О, шикарно! Завтра тут будет бешеный вид. Сегодня мы немножко отдыхаем, потому что время уже дофигища. И завтра уже будет небольшая экскурсия по Катманду и самые главные достопримечательности все покажем. Доброе утро! Ну что, вчера уже было поздно и не смогли показать вам вид на Катманду, но сегодня утро. И вот он! Смотрите, как красиво, как будто бы картина. Сегодня мы пойдем в город и покажем вам немного, хотя как немного, максимально странные вещи, которые происходят в этом городе. Погнали! Нас ждет очень много всего интересного. До сих пор непривычно ходить по дороге, где ездят и где, в принципе, все ездит. То есть, грубо говоря, мы идем, тут нет пешеходной линии никакой. Тачки едут, тут же люди ходят, нет ни светофоров, ничего абсолютно. Люди разбираются сами, чисто по-человечески. Аварий тут нет, кстати говоря. Наверное, из-за того, что медленно все ездят. Мы обменяли деньги в долларах, что мы с этим будем делать? 3 миллиона 900, это здесь 3 тысячи долларов. Блядь, а у меня не отрубят руку здесь сейчас? Нет! Очень радует, что в Катманду все очень дешево. Ход стоит 600, это сколько? 300 рублей. 300 рублей, 300 рублей, сотка с человека. Парк обезьян, пойдем посмотрим, Яна. Что это значит? Ступа. Да, ступа, что это значит? Ступа это место, святое место для поклонений. То есть, они, грубо говоря, здесь совершают поклонения. Мне, знаете, нравится, как в начале ролика хорошее настроение. Вот первый день мы такие приехали, счастливые, все они пальцы такие нам улыбаются. И просто сейчас будет Кат, третий день мы такие, господи, на высоте 3800. Это всего первый день. Скажи, это немножко сложнее, да, чем будет Эльбрус? Ну, это по-твоему сложнее. Эльбрус в моменте сложнее, но там такой один день шока, да, потрясения. Здесь же ты каждый день на протяжении 8-10 дней ты идешь в гору. И здесь своя сложность, сложность холодовой усталости, потому что очень холодно по вечерам и ночью. Здесь нет сервиса, канатной дороги, джипов, ратраков. Здесь если с тобой что-то случится, то только это эвакуация вертолета. Поэтому вот эти факторы, они в первую очередь бьют человеку по психике, то есть по его эмоциональному состоянию. Человек устает психологически. Будет несколько моментов трэша, я о них команде рассказал. Ну, я думаю, что все готовы. Я надеюсь, что это поможет мне хоть чуть-чуть при прохождении этого сложного маршрута. Я правда очень переживаю, серьезно. То, что я понимаю, полгода назад мы взяли вершину Эльбруса, и то, что нас ждет уже послезавтра, я понимаю, что это гораздо сложнее будет. Вот в чем дело. Мы сейчас едем в место, называется оно Пашупотинах. Это один из самых главных мест для всех буддистов. Туда они съезжаются, и там идет погребение. Но не как в классическом виде, да, идут похороны, классические в землю. А там они до сих пор сжигают людей, и прах их отправляют в речку. Непальцы верят в то, что только так они могут обратно переродиться в людей. Это не просто отношение к смерти у людей, которые живут в Непале и Катманду, а еще кто из топовых альпинистов, некоторые, пытаются взойти на Эверест на вершину, кто погибает, пишут завещание, чтобы их, когда спустят, также сожгли и отправили их в прах в эту речку. Немного жутковато звучит. Сейчас мы едем в то место, поэтому детей от экрана, и всем, у кого психика как-то вот немножко, ну, к этому восприимчивые. Вот, ребят, дико извините, но это история, это культура, надо это посмотреть. Немного жутковато. Такая, знаешь, атмосфера не просто место, где сжигают, а еще такого некого, ну, действительно, как цветов, да? Райская атмосфера, то есть птички чирикуют, много зелени. Ну, пока не верится, что здесь, правда, сжигают. В общем, туристов туда не пускают, нам сказали, что нас даже уже разули, но туристов сегодня туда не пускают, все туристы стоят у этого входа, и никто не может туда пройти, только местные жители. Но, на самом деле, я думаю, это может быть даже и к лучшему, да, что мы туда не попали, потому что неизвестно, как для психики это. Сейчас посмотрим обзорную площадку. Сверху, да, сверху. Сейчас принесут усопшего, они сжигают и после этого отправляют его в реку. Говорится, что именно эта река попадает в Ганг, это который в Индии все ее прекрасно знают, и это у нас происходит. Почему? Потому что они верят в перерождение, только такое перерождение обратно в человека, если тебя, грубо говоря, сожгли и отправили твой пепел в эту реку. Честно, немного, конечно, скомканные ощущения, такие смутные, но это получилось крайне интересно. Реально посмотреть на то, как совершенно другой народ живет, это совершенно другой мир. Так, поздний вечер, завтра мы уже влетаем в Луклу. Самый опасный аэропорт, аэродром в мире. А тут уже начнется наше путешествие к Эвересту. Сейчас мы идем в магазин, чтобы закупиться немного теплых вещей, потому что из Москвы мы, к сожалению, не все привезли, поэтому мы сейчас быстренько закупаемся пуховыми курточками с Иваном и едем уже домой отдыхать, потому что завтра у нас уже рейс в 6 утра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужны перчатки, может быть кепка, две буховки, один спальник, две палки и бутылочки, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А эти возьмем? А, ну, окей, ну... Вам хватит, берите. Да, все. Две пары? Две пары. Две пары. Нормально? Небольшие? Небольшие? Дим, большие же, ептвое. Да, отлично. Почему большие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это новый опер��тор. bridgegy Neeam опустили на бабки прям жестко прям не покупайте у них ничего и он ведь дешево дешево уставшие довольные практически все мы закупили для того чтобы завтра начать наш нереальный поход сейчас в отеле вам покажем сколько у нас в итоге получилось вещей поверьте их очень много потому что там будет очень холодно и очень сложно куртка верста если вдруг кому-то что-то не хватит еще такая вы думали это все иван мы самым это еще на шапосик верста опять же это у нас таблетки которые ты прописал куртки верста настолько делает топовые вещи настолько они меня круто экипировали штанами там кофточками что конкретно требовал одежда и очень крутые очень качество очень качество ссылка в описании ребят очень качественного так вот наш баул это все практически нам нужно будет здесь спальнике еще дима не убрал свои вещи я практически убрал я готов самое главное если на кепке написано эверест значит мы готова диман что нервничать переживает естественно идем выше чем ульбрус смотрите какая у меня классная сумка эверест аутфит начинается наш самый главный поход он будет максимально высоким будет выше чем ульбрус короче будет все очень интересно а время сейчас я вам напомню пол пятого утра и мы вылетим в самый опасный аэропорт глухла пишите пожалуйста на канал до 4 миллионов осталось совсем чуть 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 больше 140 тысяч подписчиков давайте до декабря до нового года делаем такую юбилейную дату если вы смотрите этот ролик по каким-то причинам не знаю по каким без подписки подпишись пожалуйста потому что такого контента ты не увидишь нигде спасибо тебе большое для меня это безумно приятно не правда так я не летал никогда ну что вот так видите твой уровень безопасности в 3-бальной шкале 10 да, Дим, безопасность чувствуешь? это короткое описание аэродрома которое мы нашли в интернете аэропорт в городе Лукла служит главным аэропортом для тех кто посещает эверест то есть для нас что делает этот аэропорт трудным для приземления то что он расположен между горами имеет невероятно короткую взлетно-посадочную полосу и она заканчивается обрывом в общем ребят сейчас мы летим в самый опасный аэропорт в мире город Лукла оттуда начнется наш бешеный трип просто все он закончился, селедка закончилась я реплику сказал аэропорт закончился мы в аэропорту Лукла это наша точка откуда мы уже начнем свой путь высота на гарминах 2700 метров красота нереальна ребят это наш портер это человек который будет нести наш основной груз до базового лагеря идет портер а потом идет шерпа я иногда работаю портером иногда гидом я 10 лет в горы хожу сейчас мне 31 обычно я несу на себе килограммов 20 ну или около того ну что здесь начинается наша тропа ты сказал прямо сейчас как в сериале стая вот тут начинается наша тропа которая, напоминаю спасет чьи-то жизни кстати говоря парни советую вам реально посмотреть этот сериал как раз будет время что обсудить итак наконец-то мы начали идти к нашей заветной мечте к бест кэмпу напомним вам что мы в итоге должны подняться гораздо выше чем высота эльбруса димочка немного нервничает я уверен потому что ему даже эльбрус в тот раз не дался но он собран силами могу сказать так если вдруг нужно будет что-то делать то его можно забрать только с помощью вертолета правильно? да меня зовут Дмитрий я видеооператор Алексей Столяров но я потерял здравый смысл и пошел еще раз в горы сегодня у нас простой день сегодня мы чисто спускаемся вниз на сколько метров? на 300 метров на 300 метров а в километраже сколько это? почти 8 почти 8 километров то есть первый день простой день 8 километров ребята заряд с нами обняли поцеловали в среднем у нас маршрут за скажем так 8 дней экспедиции займет порядка более 60 километров по времени мы будем идти день в среднем 8 часов 8 дней набора высоты в среднем по 600 метров каждый день будет холоднее 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 и когда мы дойдем до горки Шерпа это крайняя деревня перед базовым лагерем ну там ночью температура будет опускаться до минус 15 градусов сейчас мы прошли 3824 шага уже интересно сколько будет в конце сегодняшнего дня потому что сегодня Иван сказал, что будет максимально простой день по сравнению с тем, что нас ждет дальше, правильно? да немного информации про нашего портера человек, который несет основной наш груз итак, зовут его Джаренда и он получает 20 долларов в день то есть он несет огромный вес, вот он на заднем плане у меня все практически наши вещи, но тут так положено вот такая вот, может быть, благодарна, а может быть, неблагодарная работа шерпа это национальность, да а портер это человек, который участвует в заброске грузов есть такая тема, если ты шерпу по национальности который является профессиональным альпинистом и он очень гордо заявляет, что он шерпа если ты назовешь его портером, то он может просто молча развернуться и сколько бы ты ему не заплатил денег, он просто развернется и уйдет я такой красоты реально не помню, чтобы когда-либо видел, что было так красиво я так понимаю, основная история, что мы сейчас идем прям по теплу а в конце уже нашего пути мы будем в снегу ну, снега может быть не будет, но будет очень холодно очень холодно очень холодно итак, почему мы отправились в этот опасный поход? потому что с детства естественно вот эта вот мечта Эверест смотришь фильмы документальные, легендарный фильм с трагическим концом где действительно очень много главных героев погибают все это мне безумно нравилось и конечно, когда мы вот совсем недавно взяли в высоту Эльбруса конечно же в глубине души у меня было желание и огромная мечта пойти на Эверест и конечно, самое главное это выполнить задание Димы Масленникова кроме портеров еще есть вот такие быки они также перевозят грузы, различные продукты питания не знаю, как насчет самого легкого дня но все равно, Иван, нагрузочка-то чувствуется это все в первый день это очередной вызов для нас Ну и, конечно, самое главное, это выполнить задание Димы Масленникова поднять флаг лейбла лиги на очередную высоту. Надеюсь, в конце ролика я действительно подниму флаг и скажу, что мы взяли новую высоту. Тебе необходимо подрузить флаг лиги в базовом лагере Эвереста. Мы дошли до первого нашего привала. Идем смотреть, где мы спим. Ну как? Ожидание и реальность. Не знаю, не могу тебе ответить, плохо это или хорошо, но как бы... Жить можно? Ну, жить прямо можно. Сегодня было 8 км, 10 тысяч шагов, моя кепка такая, и сегодня самый простой день, ребят. Сейчас мы будем разбираться, укладываться, покажем, что едят люди, которые идут на Эверест. В общем, все эксклюзивно, максимально интересно. Увидимся с вами на ланчах. Итак, народ, мы обещали, и я говорил, что мы будем снимать все то, что едят в Непале и как едят люди, которые идут на Эверест. Долбат. Я чувствую, он задолбает нас, потому что третий день, и мы едим его третий день. Вот это хлеб, что-то хлебное. И такое ощущение, что он пропитан просто уксусом. Очень сильный вкус уксуса. Естественно, в горах нам нужны углеводы, поэтому мы взяли тортик. Тортик какой-то из-за тортика? Тортик шоколадный. Ну, нормально, чокола-тортик. Зожный торт без сахара вообще. Офигенный торт, мне нравится тело. Ну, постный, да. Вкусный? Вкусный, вкусный торт. Лайк. Если сравнивать данный маршрут с Эльбрусом, то, конечно же, в плане высоты здесь попроще. Именно наборы высоты, да, здесь нет резкого набора. Поэтому организм более адекватно воспринимает высоту. Но здесь есть общая физическая усталость. Потому что ежедневно тебе нужно проходить по 8-10 километров. Все, вверх, вверх, вверх. И, конечно же, за 8-10 дней маршрута люди устают. Чтобы понимали, мы всего на 2 400. А поднимемся выше, чем Эльбрус. Сейчас минус 2. И каждый день нас ждет такое мясище. Ну, прям холодно, ну, прям, ну, типа, не в шутку. Минус 2, и стены вообще вот стены. Ну, нет, мы все сидим в куртках, блядь, в пуховках. Типа, это пиздец. Больше мне ничего сказать. Для меня Эверест это некий якорь. Якорь из детства. У меня висела дома на стене карта. Я смотрел на карте, там была отметка 8 848. Это была самая высокая точка. Я думал, каково там, что там. И даже примерно не представлял, что я могу попасть хоть когда-то в эту точку на карте из детства. Блокер. Воняет просто. Да нормально пахнет. Короче, ребята, это паста. Это не пальский воничный сырья. Это непальский, непальская паста, ребят. Вот такая паста как бы. Извините, с рогаликами. Мне кажется, реально слышу паста по-русски. Меня крайне удивляет то, что мы только начали. Так холодно, так невкусно. Ксюня, я тебя очень сильно люблю. Нас кормят здесь не очень вкусно. Скорее хочется к тебе, правда. Потому что нам сейчас принесли вот пиццу, карбонаро. Немного отличается от того, что там ты готовишь. Люблю тебя. Лиуанна жёстким образом обманул. Сказал, что типа первые дни будет нормально. Причём показать, что значит Лиуанна нормально. Минус 2 градуса за бортом. Батареи нет. Мы с ним в спальниках. Чисто для понимания. Мы только последние 3 дня на Эльбрусе спали в спальниках. Потому что там было нахрен холодно. Ну и там на нарах отопляется. Чуваки, честно сказать, конечно же сейчас школьники напишут Я в седьмом классе, на Эверест два раза поднялся. Но я такая, честно, с 8 дней ещё ни разу не жил. В общем, мы собираемся ко сну. В общем, увидимся завтра за завтраком. Надеемся, нас накормят чем-то новеньким. Обняли, приподняли. Спокойной ночи. До завтра. Завтра ещё будет интересней. Итак, показывает минус 1 градус. То есть мы просто вот... Чё? Я чувствую, нашего оператора сегодня накроют. Думаешь? Не, реально. Серьезно, на ночь базарь его накроют. Как состояние? Диману стал плохо оператором. Я камеру не смотрю. Окей, а что нас сегодня ждёт, Иван? Сегодня у нас по километражу немного. Всего 7 км. Всего, ребята, 7 километров. Постоянный набор высоты. И мы сегодня дойдём до высоты базы в лагере Эльбруса. Ребята, хочется опять вернуться к первому дню, когда... Отдышка. Когда Иван говорит, да не, ну будет по лайту. Сегодня ещё будет большая лестница. И мост из фильма Эверест. И мост из фильма Эверест. Ребята, сегодня красота будет, усталость, короче. У многих возникает вопрос. Ну, как бы, вы же идёте в трекинг в базы в лагере Эвереста, а не на вершину. Ну, как бы, в чём прикор? А маршрут, в первую очередь, очень интересный. Уникальная возможность именно познакомиться с Эверестом. Понять, что такое Эверест. Увидеть гору вживую. Выстряснить свою какую-то внутреннюю связь, внутренний диалог. И уже после трека принять решение. Насколько метров мы уже набрали? Ну, уже сот. Сот фото метров. Фото метров набрали, знаешь, сколько прошли? Прошли 2400 уже, 2400 шагов. А мы идём где-то полчаса. Мы видим обычную гору по непальским меркам. 6600. 6600, но внутренне ходят. На 1000 метров выше, чем Эльбрус, да? Расчёт сама по себе. Таких гор красот в Непале очень много. Пока сложно представить вот эту встречу с Эверестом. Какой он? Только весь фильм мы знаем. Сейчас вживую, скоро увидим его тоже. Для всего мира существует только одна гора. И название этой горы Эверест. Естественно, у меня лично мечта огромная взять эту вершину. Но в этом походе мы точно решим. Нужно ли рисковать своей жизнью ради того, чтобы зайти на самую высокую точку в мире? Хочу сказать огромное спасибо моим друзьям компании Верста за то, что они меня одели. Очень крутая одежда, ребят. Такие серьёзные походы, только очень крутая одежда. Ссылка будет в описании под этим роликом. Ребята ещё, что самое немаловажное, из России классные вещи делают. Итак, цель какая сегодняшнего дня? Сегодня наша задача дойти до Намчи-Базара. Намчи-Базара, это деревня, да? Да, это деревня, районный центр, скажем так. Там высота 3 600. 3 600. Это практически базовый лагерь Эльбруса. То есть, грубо говоря, по этой лестнице мы будем идти 2 часа. Правильно, да? Да. Как много килограмм? 35 килограмм, думаю. Ну что, вот он. Тот самый знаменитый мост, который был в фильме Эверест. Это он? Да, это он. Помните в фильме, когда они шли на Добромо? Получается, мы сейчас так же идём. Какой ещё блогер сделает такой контент? Ребят, давайте, пожалуйста, добьём 4 ляма. Просто вот мы с вами на дороге на Эверест. Прикоснулись к историю, это правда, ну, прям переполняет эмоции. Сил прибавляет, конфет, мотивации очень много. Когда ты идёшь вот таким, реально, крутым высотом. Погнали. Начинаю немного переживать, потому что мы сейчас приближаемся к 3 тысячам. В тот раз, когда мы делали акклиматизацию на Эльбрус, Диме примерно такой же высоте было тяжело. Сейчас Диман вон держится. Дай бог, чтобы всё получилось, потому что задача, конечно, подняться максимально высоко на ту саму высоту, которая выше, чем Бест Кэмп, вот. А эта высота гораздо выше, чем Эльбрус. Для Димы это тоже будет большая мотивация, на самом деле, что он поднимется, если поднимется на высоту выше, чем Эльбрус. Он будет горд, мне кажется. Поэтому моя задача максимально сильно мотивировать и поддерживать. Слушай, тебе повезло с нами, родной. Смотрите, на Эвересте всё не так, как на Эльбрус. Есть карты, здесь реально есть чекины, где ты должен зарегистрироваться, что ты как бы идёшь, что у тебя есть регистрация с паспортом. Тебе дают проверку и пропускают тебя дальше. У нас есть два варианта лоджи. То есть мы можем... Первый вариант становится, мы с утра останавливались вот лоджи на буты, а есть ещё она 200 метров выше. Деревни пройти, мы можем набрать, она комфортная. Всё, она комфортная, комфортная. Она выше, но комфортная. Но как раздраться будет тяжелее. Да нормально всё будет, Иван, смотри на этого бойца, он вообще готов. С идём, да, комфортная. Конечно, комфортная, ну, конечно, комфортная. Это ещё... И, ну, бро, восстанови... Это ещё часики идти. И восстановление важно, потому что ты спать будешь нормально. Да, если что, шарф паспорт снимет. Да. Сегодня мы наконец-то дошли до нашей точки, намча базар. Честно признаться, рад, что это заканчивается. Что вот это вот бесконечное хождение по горам на сегодня заканчивается. Здесь наш портер? Реально он обогнал нас? Наш портер нас обогнал, слышь, Диман? Диман, наш портер нас обогнал. Ребята, да это вы чего? Так, туалет. Типа сортиры. Есть. Душ. Мы помоемся. Ну, струя такая, ну... Ай, так холодно. Теплой воды нет. Итак, второй день. 200 с полей. Диман только что записывал синхроны. Как состояние? Диман стал плохо оператору. Я камеру не смотрю. А, блядь. Прям так... Ой, сосит прям. Диман, не можешь встать. Диман, что случилось? Ты просто сможешь снимать фильмы в зоне низкого горя. Я голокрую как-то. Я не хуя... Реально? Да. Слушай, тебе повезло с нами, родной? Слушай, что это значит? Сейчас по-быстрому делаем страховку, чтобы нам пролететь. Давай реально. Это просто он брет? Ну, что-то сильно низко реально. 88, смотри, Иван. 89 поднимается. Это все равно балл для стандарта. Да нормально. Только да, а я поднимаюсь. Реально? Образом говоря, статус такая. Диман у него очень хорошо. Он блюет. Я не знаю, как он завтра пойдет. Пойдет. Завтра Диман будет вообще как огурчик, это обещаю. Горная болезнь – это нехватка кислорода в организме человека. И у каждого она проявляется по-разному. У кого-то просто болит голова, у кого-то тошнит. Кто-то теряет координацию полностью. Я за него очень сильно переживал. Диман, вот он. Дима уже свежий, светил. Не переживайте за парня, он уже готов, заряжен. И он говорит, я вам заказал стейк из яка. Надо подкрепиться, как следует, потому что завтра что нас ждет, Иван? Завтра у нас большой перевал. Подъем часа три будет таких лестенок. Диман, как думаешь, выдержит? Дима. Ну, Дима вообще в зоне риска сегодня стало еще больше. Потащишь меня? Я серьезно говорю? Завтра ты передумаешь. Ты очень хороший портер. Вульш а-ля Раб отдыхает в Дубае. Вот это, ребята, действительно сервис. Семь звезд. Братан, ты в этот раз должен дойти до конца. Итак, мы живы. Какой сегодня? Третий день начинается? Да, ночь прошла хорошо. Дима у нас в порядке. Дима идет. Сегодня я чувствую уже себя хорошо. Я принял меры вчера. Наш гид проконтролировал выполнение всех обязательных мер для компенсации, скажем так, моего плохого состояния. Ночью я спал прекрасно, а сегодня я как будто новенький. Все хорошо. Мы выходим из самой большой деревни Нанчев-Базар, правильно? Да. Больше таких крупных населенных пунктов не будет. Что сегодня нас ждет? Сегодня у нас 8 км. Чуть больше пути мы будем идти вниз. Будет резкий сброс высоты. И затем такой хороший подъем часа на 2,5-3. Класс! С тишними ступенниками. Класс! С Алексеем мы знакомы давно, отлично знаю его характер. Я чувствую, что он не просто так пошел сейчас в базу в лагере Эвереста. Ему необходимо это знакомство с этой вершиной. Я думаю, что следующая его цель будет, безусловно, вершина Эвереста. У него есть абсолютно все шансы это сделать. Я чувствую, как для него это важно. Лично для меня, если реально меня жена отпустит, скажет, Лех, давай, иди на вершину. Не знаю, ну, как правильно говорит Иоанн, человек, который идет на Эверест, он действительно уже согласен с тем, что смерть возможна. Ребята, донат ин бокс. Вот так выглядят в Непале. Брон, донейшн. Донейшн бокс. Мы даем денег им просто. Чтоб дорога была хорошая. Главная вершина мира. Вон он. В облаках стоит. Что, это одно из самых таких красивых обдурных площадок на Эверест, на Амандаблан? Мы, кажется, уже на 3400. Он просто где-то вот... Он как будто бы говорит, ребята, походите еще чуть-чуть по горам. Ну, чуть-чуть еще. Просто вы понимаете, мы идем по тропе, и вот такая высота. Просто там прыг. И там просто, не знаю, сколько метров лететь, Иоанн? Свободного падения, ну, метр пятьдесят свободного. Пятьдесят свободного, и дальше ты просто... А сколько еще тормозить будешь? Да. Тормозить с собой будешь. Конечно, если честно, вложа руку на сердце, я очень сильно боюсь Эвереста. Конечно же, это очень опасная гора. И понятно, что вокруг нее уже создана такая история, что гора забирает очень много жизней ежегодно. И когда ты вот здесь идешь, вижу всю эту атмосферу, мне кажется, это того стоит. Но страшно, капец. Мы хотим понять, действительно ли прям вот так раздута эта история опасности, или действительно это обычная, ну, не то, что обычная, а нормальная гора, которая, если правильно к ней подойти, действительно хорошо климатизироваться, взять хорошего гида, хорошую амуницию, можно взойти на вершину мира восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров. Чуть-чуть нас до Эвереста нам осталось, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, у нас сегодня получается маршрут такой, что мы спускаемся вниз сейчас, очень серьезно, и потом наверх. То есть мы останемся на той же высоте. Да. Этот день максимально важен для климата. Нет, мы наберем. Наберем чуть? 200. 200, 3600, да где это будет? 3700. 3700 сегодня задача. Прошли мы 7000 шагов. Это середина? Ну нет, сейчас спутаться вниз будет половина пути. Ты еще даже не середина? А мы прошли 7000. То есть рекорд ставим? Ставим. Помнишь, как в фильме Эверест? Они так же стояли, и они мимо проходили. Чисто так же. Эксклюзивчик, а? Итак, покажем вам масштабы нашего путешествия. Насколько это жестче, чем Эльбрус. Вон там, вдалеке виднеется тропа. Там вот эти блиступы, где мы вам показывали Эверест. Вы понимаете, сколько мы проходим ежедневно? То есть если реально мы дойдем до конца и возьмем новую высоту, я считаю, что мы просто какие-то супергерои. Потому что на данный момент мы прошли 8500 шагов за сегодня. И это еще не предел. Но по-другому здесь невозможно. Здесь по-другому невозможно. Здесь нет ратрака, здесь нет снегохода, здесь нет машин, здесь нет канатной дороги. Здесь столько человек и природа. Я думаю, что сравнивать нельзя. Это две разных абсолютно ситуации. Они по-своему и приятные, и неприятные. То есть где-то, как говорится, лучше потом покрыться, чем инием. Так что я не думаю, что это вещи, которые можно сравнивать. Ребят, сейчас покажем вам тот самый главный монастырь, который в фильме Эверест тоже представлен, где они проходили обряд или еще что-то. Мужики, идите, красиво как. Есть такой обряд Пуджи. Пуджи. Пуджи, да. Перед вершиной ты должен пройти этот обряд, чтобы тебя благословили на вершину. Ну, если тебе нету, скажем так, противоречий среди, идти нормально туда. Погнали смотреть наши лоджи. Сегодня мы будем ночевать здесь. Вот это лоджи. Эверест. Эверест? Вау, Эверест, брат. Брат, иди сюда. Йо, мэээн, гуд вью. Ну как? Вообще, как лоджи? Топ. Кровать. Просто смотри кровать, а. Вот, нормально. Неважно, какой номер, главное, вью, вид Эверест. Поверьте этого замечательного человека. Человек, Серега, из Кожек Тут, благодаря ему мы вообще, можно сказать, зашли на Эльбрус. Самая большая сложность и опасность Эльбруса, это то, что все его считают простым и безопасным. Кайф, чё, как ты? Нормально, крутя. Да? У нас группа нездоровая, что-то сейчас все это, подустали, капитали. Подустали. У нас длинный маршрут, получается, мы через Гоккио. Слушай, а у тебя девочка вправили? На вертолете. Вчера. Да. А что же случилось? Ну, видишь, вы как бы туда-обратно идете, у нас, получается, через Гоккио шесть ночевок, почти пять тысяч метров. Что-то вроде нормально-нормально, потом просто выключилось. У многих возникает вопрос, почему люди рискуют жизнью, то есть, зачем они идут на Эверест. Я не могу ответить за всех, у каждого свой ответ. Вот именно поэтому люди направляются в первую очередь в базу, в лагерь Эвереста, в трек, чтобы познакомиться с Эверестом и найти ответ. Нужен ли ему Эверест, зачем он? Готов ли он после трекинга совершить сорокадневную экспедицию на вершину мира? Мой ответ, конечно же, это спортивный интерес, интересно проверить себя. Ну и для меня горы – это возможность подумать, это некая своего рода философия, мысли. Минус шесть, у нас нет, естественно, отопления. Сейчас мы достаем спальники, ложимся спать. И на Иване уже теплая шапка. 3700 высота без отопления. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Правда, правда, подпишитесь на мой канал. Это важно, вот прямо сейчас важно. Сегодня, получается, будет самая высокая высота 4400. 4400 – самая высокая высота, где мы будем ночевать. И что самое важное, сегодня такой рубеж, потому что именно сегодня, завтра утром будет понятно, как Дима перенесет высоту и дает ли он до базы в лагере. Диман, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Не, реально прекрасно. Реально прекрасно. Реально хорошо. То есть вчера ты был не айс. Да, хорошо. Позавтракали, как бы собрались, прошли, я готов. Но на такой высоте 4400 мы с тобой еще не ночевали, братан. Ночевать, что здесь, в Танельбрусе, это, так сказать, приключения абсолютно полярные друг от друга. На Эльбрусе было очень жарко, потому что работал обогреватель и сжигал весь воздух. А здесь наоборот. Здесь, что ты надышал в спальник, тем и согрелся. Сейчас высота 3860 уже. Наш чемпион двигается. Наша задача в финальной точке подняться всем вместе. Это самая главная задача, чтобы наконец-таки Диман взял реванш у Эльбруса. Ну, учитывая то, что я не готовился вообще, я как три недели после операции мне вырезали аппендицит, я думаю, что я зайду. 23 километра прошли за три дня, 23 по горам. Надеемся, похудеем. Парни, я поздравляю вас. Четыре тысячи метров над уровнем моря, четыре тысячи метров. Иван, четыре тысячи. Состояние. О, он начинает болеть. Идем. Четыре тысячи. Это уже... Это уже серьезно. За сегодня 400 метров еще надо набрать. Погнали. Привет. Меня зовут Килибимба Ширба. Я из Бегинга. Это восточная часть Непала. Я поднимался на вершину Эвереста 11 раз. Вы знаете, для меня подняться на Эверест – это... Это большое счастье. Когда ты на вершине, ты видишь весь мир. И, разумеется, понимаешь, насколько интересно и хорошей жизнью ты живешь. Для меня это фантастика. Просто фантастика. Я обожаю все. И бесткэмпы, и вершины, и виды. Все. Итак, посмотрите, как интересно поменялся ландшафт. Во-первых, четыре тысячи сто восемьдесят метров высота над уровнем моря. И все, растительности нет. Ребят, если мы сегодня еще были среди деревьев, то сейчас все, деревьев нет, Иван. Вот теперь начинается реально дикий Эверест. Как дела? Как тебе на 4400? Пойдем отсюда, нам тут не рады. Так, мы наконец дошли до Динбочи. Четыре тысячи триста десять метров над уровнем моря. Это ты сказал, что будет очень важный день. Это важный день. Здесь будет все ясно с завтра наутро, как и всех по климатизации. То есть дойдем мы дальше или нет? Дойдет ты Дима дальше. Диман, ты должен ответить за Эльбрус. Ты должен это сделать. Такие они клевые. Такие пушистенькие. Эй, бро. Эй, братик. Братик, ты не бойся, братик. Братишка. Так, посмотрим, где мы живем. Доброе вид. Доброе вид. Доброе вид, братик. Ууууу. Аман Аблон. Аман Аблон. Аман Аблон. Вид на Аман Аблон. Это Джорен Дрелин из Москвы. Алипит. Да? Ребят, мы предлагаем Джоренду забирать в Москву. Go to Moscow and best trip. Ребят, реально, пишите в комментариях, давайте заберем Шерпа в Москву. Я 11 лет уже работаю портером, гидом. У меня реально крутая работа. Мои планы на будущее продолжать подниматься на Эверест и помогать гостям Непала достигать вершины. Зачем Шерпа рискует, поднимаясь туда? Ну, разумеется, ради денег. Это жизнь и достаток наших семей, вот и все. Эверест для нас, это все не работа для непальцев. Это то, чем живет весь Непал. Красиво здесь, правда? Такое ощущение, что весь мир предназарь плывет. Очень становится страшно, потому что мы уже на затейке 400. И на такой высоте мы реально... Ни у меня, ни у Димы нет опыта ночлега. Сегодня мы переночуем здесь, и мне так безумно хочется, чтобы Дима реально поднялся выше, чем Эльбрус, чем в тот раз. Вы себе просто не представляете. Это будет такой конец ролика. Но пока мы только на середине пути. 4400 метров. Так, ну и что делать бы? Слушай, ну у меня первая такая ситуация, когда участка так колбасит сильно. Я не знаю, как Дима вообще завтра пойдет. Ты камеру-то как держишь, да? Ровно пока. Пока ровно. То есть, ему то плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо. Вот такие качели. Правильно? Правильно, на этом маршруте все ровно у всех. Но бывает такое, что прямо кого-то вырубают? Все-таки высота 4400. Ну, вырубают сильно. Если его завтра вырубят на маршруте, то это только вертолет. У нас один день максимум есть запаса. Так. Резервный. Вот. Но если он пойдет так же, как он ушел сегодня, не станет. Он реально ляжет. Завтра мы с утра, получается, встаем. Смотрим самочувствие. Если все ок, то идем. А если нет, то у нас вообще все под срыв может подойти. Такого утра никто не мог ожидать, потому что даже у меня заболела голова. Пару слов ночи. Ночь была длинная. У нас есть единственный вопрос к Ивану. Дальше еще хуже, блядь. У нас вопрос типа... По правилам нам нужно здесь по правилам сделать дневку. Везде не отдохнуть. Учитывая, что у нас очень мало времени на съемку фильма, и мы ограничены во времени. Предлагаю идти. Идти. Так вот, друзья, поэтому мы сейчас расхаживаемся и, наверное, выходим. Если вдруг в этом не появится вертушка, извините, кто-то не затащил. Эверест, безусловно, это опасная гора, но, как правило, опасность создают люди, которые идут туда без подготовки, которые выбирают очень слабые команды. Но в целом Эверест не опаснее любого другого восьмитысячника, если все организовывать правильно, грамотно, не нарушать технику безопасности. Самый опасный участок южного маршрута – это путь до второго лагеря. Там очень много трещин в леднике, ну, а дальше уже не так опасно. Мы все-таки решились и вышли сегодня. Несмотря на то, что мы не очень хорошо себя чувствовали, но времени у нас мало. И сегодня мы вышли не как обычно в 8 утра, а в 12, чтобы немножко оклеватизировать. Дима вроде в порядке более-менее. Сегодня будет еще одно крутое место из фильма «Эверест», где табличка одному из участников того самого фильма. Вы, наверное, обратили внимание, что я уже надел шапку, потому что потихонечку становится холодно, высота все растет, все тяжелее идти. Я правда так еще не чувствовал никогда, чтобы мой организм уставал. Поэтому держите за нас кулаки. Надеемся, у нас получится реально зайти выше, чем Эльбрус, и там раскрыть плаг лигеря. Многие альпинисты, которые восходят на «Эверест», переоценивают, скажем так, опыт шерпов во время штурма. Здесь чур на них надеется, а шерп очень часто совершает ошибку. Поэтому в первую очередь, когда вы едете на вершину мира, с вами должен быть ваш альпинист, вашей страны, которому вы можете довериться. Мы на 4770 метров. Мы стали выше облаков. Невероятные эмоции. Ну и немного пугает, что мы уже, грубо говоря, живем на такой высоте. Мы дошли до легендарного места, памятники погибшим скалолазам, который также был представлен в фильме «Эверест». Вот он. Мы встречаем его на закате. Невероятная красота. Хочется сказать, что у нас Иоанн хочет уже в апреле взойти на вершину Эвереста. Зачем тебе? Почему? Не боишься? Зачем ты это делаешь? Ну, это мечта любого альпиниста. Я помню, еще в школьные годы я ставил цель, что до 30 нужно зайти на вершину мира. Я чувствую, что сейчас моего опыта и в целом такое внутреннее состояние. Вот это достаточно, чтобы совершить эту попытку. И вот в мае, ну в апреле начало экспедиции, в мае планируется восхождение. Ты не боишься ни смерти, ничего. Мы прекрасно понимаем, что только 53% восходят на вершину. Страх для меня такое, вообще, относительное чувство. Так. Когда желание преобладает, мечта, то страху его не видно. На Эвересте действительно лежат трупы. Их довольно много. Это те альпинисты, которые погибли. И два варианта. Или они написали завещание, не снимать их с горы. Или у родственников нет средств, чтобы организовать экспедицию, для того, чтобы спустить тело. Многие тела действительно являются ориентиром для альпинистов. Потому что разноцветные комбинезоны, да. Это действительно так. Диман, держись. Осталось всего чуть-чуть. Высота 4,840, бро. Это что, мой рекорд? Ну, пока да. Это твой рекорд, бро. Слушай, это реально твой рекорд, братан. Поздравляю. С утра это казалось нереальным. Ну, мы дошли. Дима дошел. Он не может радоваться. Дала буча. Чуть-чуть нас до Эвереста нам осталось. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Сейчас мы немного отдохнем, потому что мы не знаем, как поведет организм Дима, во-первых. Вон он сзади идет. Мы все болеем за него, несем его. Голова чуть-чуть побаливает. Сейчас мы будем устраиваться в новую лоджию, которая на высоте 4 900. Реально уму непостижимо. Кто-то бы мне сказал, что я буду ночевать на такой высоте. Джаренга. Джаренга, чек-ин. Чек-ин, бро. Дим, последние шаги, давай. Дима, Дима. Дима. Давай. Джаренда болеет за тебя. Дима, Дима. Еее. Вот это уже напоминает немного жопу. О, шесть. Диман, ты как? На самом деле для 4 900. Это норм, да? Сегодня один из финальных ночлега, да, получается? Окей. Конец пятого дня. За окном минус 8 градусов. Мы спим в куртках. Диман, ты как? Городка в ожидании страшной ночи. Надеюсь, эта ночь пройдет хорошо, и завтра мы уже будем не такие опухшие, а климатизация все-таки уже нормально пройдет. Высота 4 930. Мы на такой высоте не спали. Это косая полка, ребят. Шестой день, Иван. Как оцениваешь наше состояние? Чего сегодня нас ждет? И вообще, уже как космонавты ходим, поэтому язык заплетается. Да, ну шестой день. Я скажу, что команда бодрая. Если все пойдет так же по плану, то сегодня же мы дойдем до базы в лагере. Всего за 6 дней. За 6 дней. Это быстро. Это на 2-3 дня быстрее, чем стандартная программа. До бесткэмп. Легендарного места. Да, я предполагаю, что Дмитрий уже возьмет пан минимум. Дойдет до базы в лагере. Ребята, а то. Нормально живем. Вот этот радость, слышишь? Видно пар? Да? Да. Ах, нет, здесь пар, пацаны. Ой, как голова. 5-100. Самый сухогорный приют, да? До базы в лагере идти. 3 часа. 2-3 часа. Ты сказал, будет проще, чем на Эльбурсе, реально. Реально, есть пара вопросов. Есть пара вопросов. Мы не думали, что мы 7 дней будем. Так вот. Вот этот флаг мы поднимем через 3 часа на легендарном месте бесткэмп. Откуда начинает восхождение абсолютно все люди, которые хотят зайти в вершину Эвереста. Тебе необходимо водрузить флаг лиги в базовом лагере Эверест. Здравствуйте. Состояние среднее. Иду уже на морально-волевых. Вообще усталость и головная боль. Но хуже всего головная боль. С таблетками вообще не расстаюсь. Образом говоря, ситуация такая. Диман мне очень хорошо. Он блюет. Если честно, шестой день этого похода по легендарному маршруту на пути к Эвересту. Остается очень сложно. Сейчас у нас высота 5040 метров над уровнем моря. На такой высоте мы первый раз так долго находимся. Первый раз у меня тело в таком шоке, что он просто мне говорит, Леша, зачем мы вообще здесь? Тяжелее нагрузки? У меня никогда в жизни. Но красиво, конечно. Очень тяжело что-то. Очень. Просто хочется плакать. Еще главное боль постоянно. Ну нахер с ним. Мы уже, блин, почти у финиша. Мы находимся на высоте примерно 5300 метров. Видели вблизи Эверест. Что я хочу сказать? Я думаю, это будет... Но я серьезно. Я вижу. Но это слишком высоко. Честно говоря, сейчас я увидел, он меня что-то подломил. Потому что я сейчас иду к базам, но это еле-еле. А он что-то слишком крутой. Все. Получается. Эверест Бест Кэмп. То легендарное место. Ты живой? Тимон, ты живой. Мы сделали это. Мы реально дошли до Бест Кэмпа 6 дней по легендарным местам. Вот отсюда надо еще пройти 3,5 километра. 30-дневную массу на Эверест. Через самый опасный ледопад. На Эвересте действительно есть фактор, который не зависит от человека. Это ледопад Хумба, который греческо обрушивается на маршруте. Падут льдины. И он, наверное, является самым опасным участком. При этом ледопад находится в самом начале маршрута. А что, 6 дней? Это того стоило. Получается, подняли флаг. Лига на Бест Кэмп. Сделали! 6 долгих дней. Вы что, получили эмоции, а? Поднялись. Бест Кэмп! Ну, если я не ошибаюсь, Дима сказал подняться. Вышли в бруссах. У нас есть еще планы. Какие? Это колбота. Да, теперь 1648. То есть она выше немножко. Она выше в бруссах. И получается, нам надо на нее зайти. У нас осталось отсидеть. Завтра? Нет. Если выходить, то в 4 утра. В 4 утра? В 4 утра. Опять наверх? Да. Опять наверх? То есть мы сейчас возвращаемся опять наверх? На 300 метров выше, чем сейчас. На нашем маршруте есть точка Вышли в бруссах. Среди на 4 метра. Перевал Тирогора Калопатар. Он находится неподалеку от базы в лагере Эвереста. Это финальная, самая сложная после базового лагеря точка. Итак, минус 12. Мы в спальниках. Мы просто укутаны полностью в куртках. Здесь Сиуан спит. Вот в этой груди. Вот это круто всего. Здесь ничего не отапливается. Очень прикольно. На такой высоте 19-10 по местному. Мы ложимся спать, потому что нам завтра в 4 вставать. И попытка зайти на гору, которая выше бруса. Хрен знает, как мы это сделаем. Главное не заболеть, потому что я чувствую, что мы заболеваем. Ну я во всяком случае. Пара за рта у тебя идет? Да. Да. Пара за рта у тебя идет. Пиздец. Я на таких условиях еще не было, братцы. 4.30 утра. Мы начинаем сбор. Доброе утро. Вот так, за окном. Пока не верится, что мы куда-то пойдем. Ну и, конечно, самое главное, это выполнить задание Димы Масленникова. Поднять флаг лейбла лиги на очередную высоту. Седьмой день. Мы выдвигаемся на гору Калапатар. Напомню вам, что эта гора выше, чем Эльбрус. Мы в полном составе. Наша задача подняться. На вершину. Холодно, но мы идем. На нашем маршруте есть точка Высшей Бруса. В среднем на 4 метра. Перевал-гора Калапатар. Он находится неподалеку от базы в лагере Эвереста. Внутренне сука просыпается. Что делать, Иван? Не надо. Говорит, нахер ты идешь. Послать, окей. Пошла ты. Дим, а что тяжело? Что? Груди? Иди спокойней. Медленно. Мы так, кстати говоря, мне кажется, быстро шли, да? Моя задача идти так медленно, что у каждого участника в команде была мута. Какого хера он идет так медленно? Я могу быстрее. И идти с таким запасом сил. Первый раз такого где-то вижу, и он. Рядом с ним еще с утра казалось, что вообще невозможно идти. Если вдруг в этом не появится дружка, извините, кто-то не затащил. Будет тяжело идти, у меня красота нереально. Эверест. 5400-200 метров до Эльбруса. Вон Эверест. Могучий, могучий. Прикиньте, мы на 5400, а он вон как высоко. Фантастическое. Фантастическое. Для меня это фантастика. Просто фантастика. Что мы видим уже? Лешину Талопатара. Лешина выше Горель Брус на несколько метров. Довольно холодно. Темп у нас неплохой у группы. Я думаю, через час мы поднимемся. Видно, что Диман прошел акклиматизацию. Сегодня он себя чувствует лучше. У меня первая такая ситуация, когда участок в таком бассе. гора реально кажется какой-то бесконечной просто. Когда ты на вершине, ты видишь весь мир. И, разумеется, понимаешь, насколько интересной и хорошей жизнью ты живешь. Роман вроде вершина, но так тяжело летит. Я думал, мы не дойдем. Тебя ждет самая страшная гора в мире. Я правда так еще не чувствовал никогда, чтобы мой организм уставал. Пока сложно представить вот эту встречу с Эверестом. Какой он? Еще шесть дней, и это того стоило. Итак, последние шаги. Мы на вершине горы. Господи, Калопатар. В полном составе, в полном. Иван красавчик, что поднял нас всех. Мы все на вершине. Какая высота? Скорщики разные, но у нас 5 648. Это на сколько метров выше, чем Эльбрус? На шесть. Диман, ты ответил за Эльбрус. Диманчик. Я тебя поздравляю. Ты сдох, но ты справился. Красавчик. А теперь осталось самое главное. Лейбл Лига. Достаем флаг. И по классике. Раскрываем флаг Лейбла Лиги. Ну и, конечно, самое главное, это выполнить задание Димы Масленникова. Поднять флаг Лейбла Лиги на очередную высоту. Это самая высокая вершина, на которой вообще любой какой лейбл был. Потому что здесь высота 5 648. Высота Эльбруса 5 642. Это новая величина. Сзади нас находится Эверест. Нереально высоко. Я думал, когда я сюда приеду, ну хоть чуточку я пойму, что такое Эверест. И как реально ли на него взобраться. В этом ролике мы действительно должны разобраться, настолько ли опасен Эверест. Реально ли он смертельно опасен. И, конечно же, мы хотим в этом ролике понять. Действительно не стоит человеческая жизнь того, чтобы подняться на самую вершину мира. Я стою на высоте 5 600. Он 8 848 метров. Разница колоссальная. Я не знаю, я не знаю. Может быть, когда-нибудь я действительно созрею. Хотя бы попробую выполнить попытку. Но сейчас, кроме страха, эта гора ничего не вызывает. Ну и чуть не забыл, я для Мелкой же, для Милана обещал камешек забрать с высоты. Забрал камешек для своей дочери с горы Калопатар, которая гораздо выше, на целых 8 метров, ну или на 6, Эльбруса. У многих возникает вопрос, почему люди рискуют жизнью. То есть, зачем они идут на Эверест. Я не могу ответить за всех, у каждого свой ответ. Вот именно поэтому люди направляются в первую очередь в базу, в лагерь Эвереста, в трек, чтобы познакомиться с Эверестом и найти ответ. Нужен ли ему Эверест, зачем он? Это путешествие было одним из самых сложных в моей жизни. Эверест испугал меня. Это действительно вершина мира. Но моя мечта взойти на вершину остается. Может, попробуем через пару лет, а до этого взойдем на все 7 вершин материков, чисто для тренировок. Так, звоним Ксюхе. Говорим, что мы не поднялись. Так, Ксюш, привет. Так, а что тебя так плохо слышно, Ксюх? Слушай, ну не дошли, мы до Бест Кэмпа дошли, а до этой высокой горы не дошли, не получилось. Слишком тяжело, там камни, все остальное. Не выдержал организм, короче, 7 дней, очень тяжело, Ксюх, очень. Нет, я тебя не развожу, Ксюш. Ладно, ладно, мы тебя опять снимаем. Уже не прокатывает, да, Ксюх? Уже не прокатывает, конечно. Сейчас, значит, другое придумаешь. Ну и самое главное, помните, что в начале нашей экспедиции я взвесился чисто по приколу, и я весил 95 килограмм. Интересно, сколько я сейчас вешу в конце. 91 с половиной килограмма. Ребят, 4 с половиной килограмма за 7 дней. У-у-у, Эверест. Все, теперь точно можно заканчивать ролик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова